Возможность жить и дышать полной грудью это великое счастье, которое мы зачастую не ценим. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему и вашему вниманию сейчас представим видеоролик, героев которых вы, наверное, узнаете. Ведь именно они взяли ответственность за свою жизнь и являются ярким примером для нас. Ищу ответ я на вопрос зачем нам жизнь, зачем она дается? Ведь глупо же родиться и узнать, что скоро умереть придется. Нескоро, скоро, не об этом речь. Как бы себя так хорошо сберечь, чтобы на что-то нужное сгодиться и чтоб потомкам как-то пригодиться. Оставить что-то надо, чтоб не зря прожить хотя бы и в счастье. Да, друзья? Вот именно с этого мотивационного ролика мы решили начать наш эфир сегодня. И прямо сейчас в студию мы приглашаем психолога-консультанта, травматерапевта, кризисного психолога, автора и ведущего тренингов личностного роста, директора психологического центра «Инсайт» Татьяну Васильевну Собарайкину. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Татьяна Васильевна. Мы рады видеть вас в городе женщин. И сегодня мы хотели бы поговорить с вами на такую очень, ну, наверное, очень интересную тему и, возможно, такую актуальную тему, да, о том, как принять, как помочь ребенку социализироваться в обществе. И не простому ребенку, а ребенку особенному. Вот вы работаете в этой сфере много лет. Расскажите, с чего началось, вот, с чего все началось в вашей деятельности? Ну, действительно, когда я назад посмотрела, когда же я заинтересовалась, когда я вообще пришла в эту тему, конечно, все началось с момента, когда у меня родился ребенок у самой, да, и он не говорил, он заговорил только в 6 лет. И я задавалась вопросом, почему он не говорит, что с ним не так, или что я не так делаю. И, ну, как мама, которая беспокоится ребенка, начала искать такие пути, способы, да. И тогда еще мы не говорили про инклюзивное образование, про инклюзивную среду, так много не говорили. И нам поставили диагноз. Диагноз общей недоразвитии речи 2-го, 3-го уровня. Ну, наверное, вот с этого момента у нас все и началось. Вот мой интерес вообще к этой теме. Я ходила одна, и тут на моем пути встречается Алена Атласова. У нее благотворительный фонд «Праздник жизни». И предлагает мне, как специалиста, помочь всеми. И приглашает меня провести тренинг для родителей. Для меня это было вначале шок, потому что я сказала, как я не знаю, как я могу. Потом это был 2007 год, и с того момента вот встретившись с родителями, поговорив с ним, что я подумала, что я не одна, нас таких очень много. наверное, с этого момента, именно с этого тренинга началось такое движение, очень активное. И там я познакомилась с Верой Душкевич, и она была в тренингах, как раз она рассказывала свою историю. Каждая мама рассказывала свою историю про своего ребенка. И в 2011 году Вера подходит ко мне и говорит, я вижу только тебя, открывается новый фонд, я хочу, чтобы фонд был не такой, который как деньги раздает, я хочу, чтобы этот фонд был создан именно для поддержки семьи, чтобы этот фонд был совсем иной, другой, больше каком-то вином понимании слова фонд. Фонда. Фонда, да. И, конечно, для меня это было тоже таким, ну, как страхом, да, что это же самое начало, такого нету нигде. Такая ответственность, ответственность такая, как мы корабль назовем, как говорится, и поплывет-то он, как. И, ну, таким образом, она сама такая, очень идейный человек, да, она говорит, только семьям, в первую очередь, не ребенка, а в первую очередь, семьям, мамам надо, папам надо, бабушкам надо, помогать, и только тогда ребенок, потому что она имеет ребенка с особенностями в развитии, какой путь она прошла, и что она встретила на своем пути, что это очень важно. И вот таким образом я пришла в фонд, ушла из общественной, это общественная организация, для того, чтобы с ними работать, я ушла в частный бизнес, открыла свой центр, и вот таким образом у нас пошла и работа, так, мы шесть лет с благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов нашей республики Харасхал. Харасхал. Да. А вот, Татьяна Васильевна, есть ли какая-то у вас статистика, вот с тех пор, как вы открыли этот замечательный фонд, вот скольким семьям вы помогли, хотя бы примерное количество, вот на территории нашей республики есть? Ну, каждый год, так как это фонд, каждый год они пишут отчеты, потому что это грантовые средства, это требующие какого-то отчета по количеству, и у них эти все данные есть, а так я знаю, что по республике у нас шесть тысяч, более шести тысяч детей, которых диагностированы, а сколько нет диагностированных, у которых нету... И все они, конечно, нуждаются... И из них вообще на... у фонда есть такое направление, брать на учет, то есть эти люди, которые пользуются каким-то образом, пользуются услугами, которые предоставляет фонд, и таких три тысячи человек. Цифры, конечно, и шокируют, да? Татьяна Васильевна, мы знаем, что вы являетесь и автором уникальных проектов, да? И один из них – это семейный лагерь «Ласточка». Дорогие зрители, предлагаем вашему вниманию следующий сюжет. Уже второй год автономная некоммерческая организация «Особый ребенок» проводит семейную интегрированную школу «Ласточка» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Школа проводится по социальной франшизе благотворительного фонда «Харсхал» под руководством известного психолога Татьяны Собаракиной. В этом году «Ласточка» проходила в Якутске с 16 по 20 июля на базе загородного гостиничного комплекса «Сулуз». Если в прошлом сезоне школу проводили для семей, воспитывающих детей с аутизмом, то в этом году участниками стали семьи из общественного объединения родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, «Солнышки» Якутии. Также присоединились семьи из Чуропчинского, Амгинского и Вилюйского районов. На самом деле, общественная работа, она такая тяжелая, и это не призвание, к этому приходишь по обстоятельствам жизненным. Но, тем не менее, хотелось бы своим опытом показать другим родителям то, что опускать руки нельзя. Во всем есть положительные моменты, и их надо увидеть, и следовать им, чтобы родители с нас брали пример и точно так же воплощали свое, своим детям, и, может быть, там в своих улусах что-то свое придумали, организовали потом. В течение пяти дней семей ждала насыщенная программа, адаптированная для всех участников. С утра семьи занимались на коррекционных занятиях. После обеда участников «Ласточки» ожидали поездки в зоопарк и батутный центр. Вечером дети репетировали спектакль, который представили на закрытии смены и участвовали в различных мастер-классах. это и для родителей, и для детей. Потому что родитель переосмесляет все, смотрит на других, учится у других, анализирует свое поведение, свои ошибки, что, как можно поменять, что можно сделать. Когда он это сделает, уже и ребенок поменяется. Да, и прямо вдохновение такое появляется, поменять свою жизнь к лучшему. вас и так здесь раскроют, укажут, покажут, где, что, как делать, как со своим ребенком не управлять, а как с ним быть как бы в единое целое. Вам подскажут. Никак не надо. Только как бы с позитивом приходить нужно. И опять-таки узнать что-то новое для себя. Быть готовым к этому, не закрываться. Да, надо участвовать в проектах особого ребенка, Харэсхала. Надо активно со всеми знакомиться, показывать своего ребенка, его тоже со всеми знакомить. И тогда, конечно, действительно легче это все. И быстрее вливаешься в коллектив. Я хочу выразить огромную благодарность Оно особый ребенок директору Ине Валерьевне. руководителю нашей школы, так сказать, Татьяне Васильевне Собарайкиной. Также я хочу выразить сильную благодарность и прям нашим девочкам, Зинаиде, Людмиле, за их терпение, за их добродушие. Они очень сильные. Наступила осень и все наши ласточки разлетаются по своим домам. Это лето останется в их памяти как самое яркое воспоминание. Надеемся, что полученные знания и навыки обязательно помогут нашим семьям в их жизни. Татьяна Васильевна, мне кажется, этот проект прям ваше детище. Вот здесь прям можно на видео увидеть благодарных родителей, благодарных детей. И сегодня мы знаем, что этот проект признан на всероссийском уровне. Вот немножко давайте восхвалим сами себя. Коротко вообще предысторию расскажу, почему я пришла к этому проекту. В 2012 году мы решили, придумали такое вот, а если бы собрать все семьи, всех членов, потому что ко мне на семинары, у меня есть авторский семинар, называется «Мир глазами моего ребенка», и туда приходили только мамы или бабушки, например, а мы хотели видеть всех. И оттуда и началось, что идея пошла, что надо придумать что-то другое. Мы искали по интернету какие-то варианты, а там, оказывается, собирается узко по каким-то диагнозам. А, то есть есть отдельно для детских садов, а вот так собрать все вместе? Собрать, и они больше направлены на реабилитацию, а наша идея была на социализацию в расчистке семьи. И придумали, собралась команда, потому что это один человек не придумал, всегда это команда, командная деятельность, команда имуня. Всегда появляются по жизни люди, которые поддерживают идеи, которые говорят, давай, я буду с тобой. И мы вот так придумали этот проект. И он идет уже вот который год. Я обучаю по всей нашей республике желающих, кто хочет обучиться проведению именно такого проекта. Он активно, прямо с самого начала со мной идут Вилюйский улуз, Таттинский улуз, подключаются уже остальные, другие. Но на российский уровень мы, опять же, идея такая пришла, почему бы не поехать в Великую Устюг, это родина Деда Мороза, и там не провести. И с такой идеей вышли, когда к ним, они такие, ой, да мы не готовы, как мы, а мы все можем. Мы можем, да? А почему? Великий Устюг нам тоже по плечу, да? Конечно. И отсюда, именно через город Якутск, через их проекты мы вывезли пять семей туда, самые первые, и прошли этот путь и сказали, мы можем. И те сказали, ой, ребята, какую классную идею вы нам подали. Этот проект называется Академия Деда Мороза, он называется, и он идет до этого года, сейчас, и собирается со всей России семьи с детьми, с особенностями и проходит эту сказку. Эту сказку, это действительно такой, знаете, подарок, да? Но мы знаем, что сегодня именно благодаря появлению этого проекта вас пригласили в Санкт-Петербург, в университет, где вы будете теперь преподавать. И именно на этом примере обучать других специалистов работать, ведь это работает, действительно, это показывает, приносит плоды. Да, уже шесть лет работы и пробы разных проектов, конечно, что-то выяснилось, что-то показало, просто это да, работает. И таких проектов у меня несколько, и теперь, с 2020 года, я буду преподавать, учить психологов, социальных педагогов, социальных работников именно своим проектом. Это город Санкт-Петербург, институт практической психологии, и Матон, это МЕКО психологов. Вот так вот, да, то есть для вас это тоже, знаете, как признание, действительно, да, ваш труд, он оценен. Вы проводите очень много семинаров, да, вот, вы ездите не только по республике, да, в городе у вас очень много, да, ну, вот, давайте мы сегодня все-таки, пользуясь случаем, да, вот, в прямом эфире проведем такой, ну, небольшой, да, тренинг, может быть, семинар, и своими вот этими советами мы поможем родителям, у которых возникают вопросы, да. Но начнем мы все-таки с принятия, да, ребенка с особенностями, вот, женщина, да, ждет ребенка, да, появляется долгожданное чудо, да, но говорят о том, что он с особенностями. И здесь возникает вопрос, первый, как принять его, даже не принять, а оставить или нет. Вот здесь, Татьяна Васильевна, что бы вы посоветовали, ведь действительно, это ложится на плечи матери, зачастую, да, мужчины к этому приходят чуть позже, к осознанию того, что это твой ребенок, вот мой ребенок, даже психологами доказано, да, вот на ваш взгляд, что здесь, как мама должна отнестись вот в первые дни появления ребенка такого? Ну, большинство диагнозов, они диагностируются чуть позже. Чуть позже. Есть только несколько диагнозов, которые прямо с рождения уже видно, и поэтому к ним разный подход, но всегда вот этот путь прохождения начинается с получения, когда врач говорит диагноз родителям. Вот здесь должно быть. Вот с этого момента все начинается, потому что до, пока не поставили вам диагноз, не сказали какой-то вердикт, родители думают, что-то, ну, завтра будет лучше, послезавтра будет лучше, как-то вот такое, в таком ожидании, неверении в таком находится, а когда поставили диагноз, действительно, они проходят достаточно долгий путь, у каждого он разный, и каждая семья расскажет, как он проходил этот путь, начиная от шока и дойдя до принятия диагноза ребенка, оно действительно очень похоже по пути, сравнимо с тем, когда мы потеряли очень близкого человека на горе, то есть на горевании, психолог говорит, это этап горевания, проходит прямо родители. То есть вместо того, чтобы ощутить чувство радости, наступает момент отчаяния и горечи, да? Конечно, а шок, потом приходит отрицание, и там очень много людей застревают прямо на отрицание, потом приходит этап боли, где очень много вины, очень много обид, и там очень многие тоже застревают родители. А здесь тогда вопрос, вот в этот момент нужно обращаться к психологам, или все-таки это должно решаться в кругу семьи? Нет, это обязательно, без помощи специалистов очень трудно выйти, опять же, зависит от того, с каким характером родитель, от того, с каким настроем, как его воспитали самого, как он преодолевает стрессы, от этого многое зависит. Если человек не стрессоустойчивый, то он обязательно прямо упадет в яму такую. И без помощи специалиста он не сможет выкарабкаться. А есть люди, которые стрессоустойчивые, изначально, прямо с рождения такие, уже боевые, боевые настрои, мы сделаем все. Они принимают решение, и все, и пошли дальше. Поэтому это очень индивидуально, не обязательно это случилось, сбежать к специалисту. Но специалисты всегда помогают убыстрить эти процессы, не застревать где-то, или на отрицании, или на боли, или на депрессии этапах. Просто благодаря специалистам этот путь проходится намного быстрее. Татьяна Васильевна, ну вот появился такой, особенно ребенок в семье, и родители принимают решение, допустим, с помощью психолога оставить его. Дальше наступает следующий этап. Ты воспринимаешь себя изгоем общества, да, неким. Что вот мы не такие, как все, и принимается вот эта, знаете, роль жертвы. Мне кажется, с этим тоже сталкивается большинство родителей. Здесь как избавить себя вот от этого какого-то вот клемма, да, изгоя, либо жертва. Так как до этого я сказала, что они проходят эти этапы, и на этапе боли вот это чувство и появляется, то, что вы говорите. И здесь надо очень много прорабатывать. В этот момент родители задают вопрос, а почему, а почему мы? Да, за что? За что, да. и мы же ведем себя как бы, ну, правильно, мы же не пьем, не курим, там, здоровый образ ведем. И почему так происходит, да, и в эти моменты, конечно, помогают очень сильно наши семинары, и поэтому и создаются такие фонды, и создаются и сейчас. Вообще, мы много вообще сейчас, к этому времени, очень много говорим про инвалидность, не только инвалидность, а вообще про особенных детей. Стали много говорить, а раньше, 10 лет назад, такого не было. Вообще тишина, да? Да. Не знала, куда побежать, из-за какой помощи, а сейчас все, да? Сейчас все предоставляется, информации полно, и я очень благодарна родителям, которые создают свои общественные организации, потому что они сами лучше помогают, чем другие специалисты, потому что пройдя сами через эти боли, выйдя из этого состояния, они лучше помогают другим родителям. И сейчас я вижу и радуюсь тому, что создаются много общественных организаций. И те родители, которые у меня были на первых моих семинарах, вот сейчас они стали общественниками и за собой ведут других родителей, просто я радуюсь. Это действительно, это... Действительно. ...стоит благодарности и стоит хвалы, да? Но вообще любому родителю нужна любая поддержка, любое доброе слово. Просто прийти, поговорить по душам, и кто-то тебя услышал, понял, не осудил, не сказал там, не стал чему-то учить, да, просто принял. Это очень важно родителям. Вот здесь возникает следующий вопрос, да, принятие общества. Вот что мы, как родители, как гражданин вообще, да, можем для себя как-то вот установку какую-то дать или, возможно, обучить сегодня своего ребенка, вот просто какой-то фразой или делом, чтобы мы принимали таких людей, потому что все-таки пока еще, мне кажется, с этим есть такие острые проблемы, когда ты видишь косой взгляд, да, на своем ребенке или вот как, что мы можем как родители сделать для того, чтобы вот изменить вот это? Ну, в первую очередь, я говорю, полюбите себя. Может быть, это избитая для кого-то фраза, но это реально. Это действительно, значит, все начинается с того, когда родитель любит себя, то есть без чувства вины, без обид, он принимает себя. Это не, этот ребенок дан не за что-то, например, да, а для чего-то. То есть, как даже в Библии сказано, и про него вера в трону во всех своих семинарах говорит, да, я за, прямо поддерживаю это, говорит, выше твоих сил и возможностей в этом мире ничего не приходит. Значит, ты сможешь, только ты сможешь этого ребенка понять, поддержать и вывести в общество. И ты имеешь право его или действительно оставить дома, или же вывести и сделать более успешным. У меня вообще очень много таких примеров, когда родители, вначале действительно каждый родитель, это понятно, это путь такой, сидит дома, не хочет даже родственникам своим рассказывать про то, что у него есть такой ребенок, да, а потом, когда выходит, из этого получаются такие блага, просто очень много примеров за столько лет работы с родителями. И это же не однодневные встречи, семинары, да, у нас же это идет в течение нескольких лет. Я вижу их развитие, их рост. И каждый проект мой направлен именно на то, чтобы каждый раз давать что-то новое в их развитии, начиная с семинаров, начиная с кулинарных, мастерских, там вообще много чего мы придумали в фонде, благо, что у нас создаются такие фонды. Я права государству, очень благодарна, что они поддерживают такие проекты, инициативы снизу, которые люди сами пройдя, знают, что им важно и что им нужно. Вот именно таких мамочек сегодня мы пригласили в студии, которые не просто приняли своего ребенка, они им восхищаются, они его показывают, гордятся его достижениями и ведут активную социальную жизнь. Давайте знакомиться, это Зинаида Климова, проходите, пожалуйста, присаживайтесь, вот я уступаю вам место, Зинаида, а также Люция Анисимова. Люция, проходите к нам, Люция присаживается по центру, ну что, вот они, красивые мамочки, добро пожаловать в город женщин, девушки, красавицы, неописуемой красоты. Зинаида, первый вопрос к вам, расскажите про то, как вы стали мамочкой уникального ребенка. Спасибо за вопрос. У меня Сашенька, мой сын, родился 16 сентября 2011 года, на тот момент, когда он родился, мы, конечно, не знали о его диагнозе. Наш диагноз аутизм был поставлен намного позже, но об этом я тоже могу рассказать, а так вот он был долгожданным ребенком, мы его очень долго планировали, очень долго его ждали, и когда он родился, конечно, мы были счастливы. То есть вы все-таки появление своего ребенка восприняли прям как радость, мамочкой стали, долго ждали, долгожданный ребенок, да? Ну, на тот момент, когда он родился, мы не знали, что он особенный ребенок. Мы его ждали, как обычного, нейротипичного ребенка, как все родители ждут своих детей, точно так же мы и ждали нашего сына. Зинаида, ну вот мы с Татьяной Васильевной разговаривали, что принятие диагноза для многих становится вот трагедия, да, семейной. Вот, помните ли вы тот день, когда вам установили этот диагноз, и как вы огласили его своей семье? Сразу ли или все-таки боялись? Нет, я не боялась, конечно, потому что у нас, ну, в семье так вот сложилось, то, что мы доверяем друг другу. Первый раз мы услышали, то, что у нас диагноз аутизм, тогда, когда Сашеньке было, полтора годика ему было, а у него вдруг непонятным причинам пропала речь, мы обратились к логопеду, и логопед нам сказал, что у вас все признаки раннего детского аутизма, и рекомендовала нам обратиться к неврологу и к психиатру детскому. На тот момент, конечно, я эту информацию никак не приняла, это был шок, и это было отрицание, и на отрицание вот это диагноз у меня ушло полтора года. Да, вы что, то есть полтора года, вы вот, как говорит Татьяна Васильевна, говорили, все изменится, все вылечится, это не про нас, да? Я очень долгое время думала, это не про нас. Я очень долгое время думала, что в нашей семье не может быть такого, как это так, у нас вообще таких диагнозов ни разу не было. Я советовалась с мамой, я советовалась с мужем, и никто из нас, конечно, мог в это поверить. Но потом уже, когда ближе к трем годам, когда уже было видно, очевидно, то, что поведение ребенка неадекватное, то, что он очень был гиперактивным ребенком, И уже было очевидно, что что-то не так с моим ребенком, и я вынуждена пошла уже к неврологу, и невролог нас направил уже на оформление инвалидности. Но сегодня ваш сын, это ваша гордость, и вы гордитесь его успехами. И вот скажите, вот чем сегодня он отличается от других детей? Вот даже от здоровых детей, вот чем он отличается? Это такая долгая работа, конечно, была. Прежде всего работа над собой, то есть я должна была работать с собой, прежде чем понять, что есть мой ребенок, кто он такой. И от этого, конечно, начинается уже развитие, когда мама принимает ребенка таким, какой он есть. Но чем он отличается сейчас? Он практически ничем не отличается. Он такой же, как и все дети, он учится в образовательной школе. Мы в прошлом году пошли в ресурсный класс, в этом году мы пошли в регулярный класс со всеми обычными детьми, обычными норматипичными детьми. Чем он отличается? Тем, что, допустим, в нашем классе все дети обучаются первому классу математики, а он учит математику второго класса. Да вы что? То есть в обыкновенном классе, в общеобразовательной школе он показывает результаты лучше по математике. А у нас есть видео, дорогие телезрители, внимание на экран. Пять. Да. Вот, видите, сто третий. А, точно, точно, все, все, не спорим. Минус тысяча, сто пятьдесят один. Тысяча, сто пятьдесят. Пятьдесят один. Пятьдесят один. Минус пять тысяч. Пятнадцать. Пять тысяч пятнадцать. Сколько осталось у тебя? Тысяча, пять, чудо, один. Пиши. Вы знаете, я вот посмотрела на это видео, я не смогла посчитать и подвести итоги, вот так, как это делает Сашенька, да? Значит, вот это его отличительная черта, да? Да, да. Вы это развивали или все-таки вы считаете, что это его вот природная данность? Мы это специально никак не развивали, я считаю, он такой родился, да, это его какая-то его особенность, в этом заключается, наверное, его необычность как раз. Мы совершенно случайно это обнаружили, в какой-то период жизни, мы не знали, чем его увлечь, потому что он ни разу никогда в жизни не увлекался игрушками, а тут я почему-то решила купить ему компьютер, мы с мужем на день рождения подарили ему компьютер, да, и там какую-то игрушку такую установили. И в какой-то момент муж меня позвал, я говорю, вот так вот, ну, показывать, тише, тише, да, подходим, а мы смотрим, а ребенок что-то про себя там шепчет, шепчет, а потом, как выяснилось, он, оказывается, считает в уме какие-то там собранные очки, да, там, и это вот не просто там 3 плюс 2, а это вот многозначные, четырехзначные числа, он это все сам в уме считает. После этого, конечно, мы уже так это поняли, то, что у него есть математические способности, ну, записались на ментальную арифметику, ну, и, ну, вообще, вот, поняли, то, что математика это его. То есть, Саша, у вас будущий математик. Ну, посмотрим. Ну что, мы продолжим эту интересную беседу сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о детях с особенностями, а самое главное о том, как же принять их, помочь им и, конечно же, как начать гордиться и восхищаться такими детьми. Ну что, сейчас мы познакомимся с Люцией Анисимовой. Люция у нас мамочка, да, а также, помимо этого, она стала председателем региональной общественной организации «Союза родителей» с синдромом Дауна, солнышки и кутии. Люция, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Люция, расскажите, как вы стали мамочкой такого особенного ребенка? Ну, я стала не случайно мамочкой солнечного ребенка. Беременность была запланирована. Запланирована. Да. 14 лет мы ждали его. Да, вы что, 14 лет ждали? Да, 15 лет мы его ждали. И получилось так, что Арсенчик должен был появиться не естественным путем, а через ЭКО. ЭКО. То есть это, да, он сорождение особенное. Он, получается, ребенок с пробирки. Ну, как в старину говорили, а теперь говорят, что это нормально. Да, да, да. Да, ну, так сложилось, что он должен был именно так родиться, да? Вот. И изначально то, что он особенный, я его как-то внутри почувствовала. Да, вы что? Да. То есть еще на уровне? Еще, да, внутри, что он должен родиться каким-то иным. А, вы сами это почувствуете? Да, это я сама почувствовала, что... Вот она, связь матери с ребенком. Какой-то вот непонятный, с тонким миром, можно так сказать, да? Вот. И я, зная, как-то, ну, интуитивно предполагая, я встала на учет именно в Национальный наш центр медицины, да? Да. Вот. И там я встретила совершенно разных людей. Некоторые люди, они говорили, что, ну, оставь ребенка. Оставь, было такое. А другие, наоборот, подбадривали. Я за эти слова, я очень им благодарна. Благодарна. И вот так у вас появился Арсенчик, да? Да. Вот именно с появлением Арсенчика ваша жизнь кардинально изменилась. Вот как изменило вас, ваше мировоззрение, мировоззрение вашей семьи, ваших друзей, появление Арсена? На мировоззрение вот именно с появлением Арсенчика, конечно, поменялось очень круто. Угу. То есть до появления Арсена я, оказывается, жила, можно так сказать, ну, бесцельно. А, то есть не было цели. Да, ежедневно, и какой-то вот такой быт. Рутина такая. Да? Не было цели, куда идти, к чему стремиться. А с появлением Арсена уже все стало на свои места. То есть он инициировал мое внутреннее развитие. Да, вы что? То есть вы развиваетесь вместе с Арсеном? Да, я вместе с моим сыном, мы развиваемся вместе. Он дает мне толчок на то, чтобы идти вперед, развиваться, понять внутренний мир свой именно, да? Вот. Понять, для чего этот ребенок мне предназначен свыше. Вот. И это... Да, ему это удается. Да, и он вас еще учит, да? Мы уже идем к этой цели. Мы знаем, что Арсен у вас очень такой активный. Мы даже побоялись его привезти в студию, потому что, как сказала мамочка, он бы разнес нам эту студию, да? И вот мама вместе с ним смеется, хохочет, они бегают, и вот... Ну, прям море позитива, да? Прям очень позитивная семья такая у вас. Но вы сегодня являетесь председателем общественной организации «Солнышко-якутия». Это вот как раз тот случай, когда Татьяна Васильевна говорила, что с появлением ребенка родители не просто занимаются это в семье, да? Они делятся примером, да? Вот «Солнышко-якутия» организация. Расскажите вот пару слов о ее деятельности. Так, оригинальная общественная организация «Союз родителей детей» «Синдром Дауна-Солнышко-якутия» организовалась в марте 2018 года с силами родителей для того, чтобы объединить семьи, у которых воспитываются дети с синдромом Дауна. Вот. И у нас получается, что мы как единая семья стремимся развивать наших детей. Вот мы проводим всякие мастер-классы, у вас видны фотографии, да? Учим своих детей, учимся у них, да, быть другими, то есть меняем свой характер, меняем свой стиль жизни полностью. То есть они нам дают вдохновение, можно сказать. Вот мастер-классы, то, что мы с ними вместе проводим, это дает нам, знаете, какой-то вот такой толчок к чему-то новому. Вот так вот, да? К победе. Если с обычными дети, у них это так получается, так, ну, спонтанно. А вам нужно? А нам нужно это, чтобы, да, чтобы каждый вот рисунок, каждый деталь, каждый вот это... Проработать нужно, то есть... Каждый шаг, да, проработать, это для нас это победа. И это огромное удовольствие. Удовольствие, говорит Люция. Люция, вот вы возглавляете общественную организацию, да, вот, родителей с подобным диагнозом, да. А вот скажите все-таки, как изменилась жизнь Зинаиды, появление ребенка, да, и вот какую социальную активность вы проявляете вот для родителей с подобным диагнозом? Я бы хотела бы отметить то, что вот Саша пошел в ресурсный класс. Мы с родителем детей с аутизмом в прошлом году добились открытия первых ресурсных классов не только в нашем городе, в нашем регионе, они первые по Дальнему Востоку. Да вы что? То есть не было такого? Не было, да. Ресурсных классов у нас не было нигде на Дальнем Востоке? Нет, не было. Вы добились? Мы добились, и первый ресурсный класс, так пошли три ребенка с аутизмом. Что это такое, да, ресурсный класс – это модель инклюзивного образования для детей с ментальными расстройствами. То есть это не означает то, что ребенок сразу же идет в полную инклюзию, да, он идет потихоньку, он потихоньку интегрируется в социум, и это очень удобно для детей с аутизмом, и это очень удобно для нейротипичных детей тоже. То есть ресурсные классы на сегодняшний день, я знаю, есть уже не в том количестве, в котором они были в прошлом году, действительно? Да. В этом году пошли пятеро детей уже в другую школу, ну, наш класс в 35-й школе открылся, да, а в этом году уже пошли в 28-ю школу пятеро детей, и в следующем году тоже набирается пятеро детей, которые хотят пойти в таких вот условиях образовательных. Ну и, дорогие зрители, необходимо отметить, что в прошлом году Сашенька пошел в первый класс вот такого класса, да, а в этом году он пошел в обыкновенный первый класс, то есть прогресс налицо, динамика есть. Да. Конечно, мне кажется, это ли не главный результат, да? Конечно. Хорошо. Мы сегодня все-таки пришли в эту студию, не просто так, да. Мы хотим задать вопросы Татьяне Васильевне. Вот какие вопросы вас сегодня, как мамочек, интересуют, вот именно спросить можете сегодня у нашего уважаемого психолога. Ну, давайте начнем с Зинаиды. Ваш первый вопрос Татьяне Васильевне. Наши родители задали вот несколько вопросов, да, и один из них, вот, есть ли смысл, я зачитаю, да? Хорошо. Есть ли смысл менять профессию на более, так сказать, нужно, как вот логопед, как дефектолог, как психолог, может быть? Ага. Вот такой вопрос задали вчера вот родители. Вообще, я рада услышать этот вопрос. Это говорит о том, что мамы действительно готовы что-то поменять ради ребенка, да? Мы живем всегда ради чего-то, ради кого-то, и это должно еще принести плюс пользу, и плюс не только пользу для всей семьи, а еще принести радость для самого человека. И очень многие, я знаю очень многих родителей, которые поменяли профессию кардинально. И это нужно делать, потому что государство нам дает действительно какие-то услуги, но их не хватает, насколько практика показывает. Поэтому если сами родители становятся сурдопедагогами, становятся психологами, логопедами, дефектологами, таких очень много примеров, я всегда говорю, создавайте сами, становитесь сами такими специалистами. Я тоже не клинический психолог, например, по образованию, а изучала, начала изучать клиническую психологию, плюс еще и психотерапию. Тоже, опять же, благодаря моему ребенку. Да, пожалуйста, это наоборот, это наше развитие. Отлично. То есть нужно приобретать профессию, если все-таки это полезно с точки зрения психологии. Хорошо, вопрос от Люции. Ну, у нас будет такой вопрос, да, родители задают, как быть с чувством постоянной вины, да, когда мама работает и не хватает должного внимания ребенку, и у родителей возникает боязнь что-то не додать своему ребенку. Да, это самый, наверное, главный вопрос для всех родителей, чувство вины, что делать? Надо избавляться от этого чувства, то есть как для того, чтобы начать доверять своему ребенку, потому что пока есть у вас чувство вины, вы не будете доверять вашему ребенку, вы не будете его продвигать, вы не будете ему ставить его нормальные рамки. Пока есть чувство вины, вы ребенка или будете ставить очень высокие планки, ты должен это уметь знать, как все остальные, или сильно принижать его способности, и чтобы нормально начать видеть его, в каком развитии он идет, как он развивается, никак не сравнивая ни с кем, только его, только его особенность, только его формировать, то, что заложено в нем, вот в этом помогает, конечно, избавление чувства от вины. Самим можно это говорить, например, для себя, я не виноват, действительно, вы не виноваты, действительно, это просто надо осознать и принять, я не виновата, и не оставаться в этом в чувстве, или не помогает тогда, если самому в этом убеждение принимать, то идти к специалистам, и во благо сейчас очень много психологических услуг предоставляется, кому вы доверяете, тому и надо идти с этой прямо темой. Спасибо. Татьяна Васильевна, девочки, у нас остается совсем немножко времени, еще по одному вопросу, да, и Татьяна Васильевна, я надеюсь, успеет ответить, да, один вопрос еще важный такой для вас. А есть ли у нас в городе психологическая помощь родителям детей с инвалидностью в принятии диагноза? Вот такой вопрос. А, именно, даже в принятии диагноза, такого узкого нету, а так, чтобы помогать не только детям, а еще и семей принимать, сейчас появляются такие услуги, и это, большей частью, мне кажется, в каждом, например, поликлинике появились клинические психологи, в каждом медицинском учреждении есть психологи появились, у нас открылся классный реабилитационный центр, куда тоже можно обратиться, есть частные центры, которые прямо предлагают свои услуги, можно туда ходить, получать, есть фонды, которые прямо дают такие услуги. Так, хорошо, спасибо большое, Татьяна Васильевна. Девочки, такой вопрос в трех словах. Скажите, мой ребенок, вот какое он, три слова про своего ребеночка. Давайте про Айсена сначала, Арсена. Мой ребенок замечательный. И еще два. Мой сын шустрый. Шустрый и... И мой сын гениальный. Гениальный, отлично. И теперь про Сашеньку. Сашенька необыкновенный, очень добрый и мудрый мальчик. Вот так вот. На такой позитивной ноте мы благодарим гостей, а с вами увидимся сразу после рекламной паузы. Итак, сегодня мы говорим об особенных детях. И самое главное, что в конце нашей программы мы решили поговорить о том, чего достигают особенные дети, и заразить вас этим прекрасным примером. Ну а сейчас хотелось бы отметить, что если вы при просмотре этого эфира захотите обратиться за помощью, за психологической, либо в одну из общественных организаций, для этого свяжитесь с нами. Адреса вы видите прямо сейчас на ваших экранах. И пишите в WhatsApp. И обязательно программа «Город женщин» поможет вам, если вы нуждаетесь в этой помощи. Мы продолжаем. Давайте знакомиться со следующими гостями. Сегодня в городе женщин Юрий Иванович Ощепков. Он является заслуженным учителем Российской Федерации, обладателем медалей за милосердие от президента Международного благотворительного фонда, за вклад в повышение статуса отца и укрепление института семьи, отличник образования Республики Саха-Якутия, педагог с многолетним стажем коррекционной школы-интерната номер 34 города Якутска. А также, не побоюсь сказать, красавчики рядом со мной находятся. Это Алексей Баев. Алексей является серебряным призером Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу. По нему видно, да? Также он является бронзовым призером в первенстве России среди юношей. А также Данил Егоров, чуть помладше, но уже Данил Егоров двукратный чемпион Республики Саха-Якутия по сжиму лежа среди детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин. Вот как бы удивительно, да, город женщин, а здесь вот такие образцово-показательные мужчины, а не спроста. Потому что Юрий Иванович на протяжении многих десятилетий работает с детьми, у которых ограниченные возможности, да? И вы помогаете им социализироваться именно своим трудом, стать чемпионами, достигнуть вот этого Олимпа и, конечно же, вот самоутвердиться, да? И расскажите о своей профессии. Все-таки профессия выбрала вас или вы выбрали профессию? Ну, я выбрал, можно сказать, сам. Сам. С малых лет очень хотел учителем физической культуры стать. Я постоянно любил спорт с маленьких лет. И вот это реализовалось мне в жизни. И как вот у меня семья, как жена, тоже учительница. И мы совместно друг к другу как бы помогаем, работаем. И у нас поэтому все получается. Я вот, как я приехал в этот адаптивный спорт? Приехал вот в 2001 году. Большое наводнение было, слышали, наверное, в городе Ленске. В городе Ленске после наводнения, да? После наводнения вот переехали мы с всей семьей в ЕПУС и попал вот в коррекционную, в специальную коррекционную школу-интернат номер 34. Вот скажите, все-таки в Ленске вы работали в общеобразовательной школе, да? В общеобразовательной школе. И здесь вы попадаете в коррекционную школу-интернат. Совершенно другая специфика, да? Да. Вот вы, как специалист, не побоялись вот этой ответственности, да, что нужно не просто помогать здоровому ребенку стать спортсменом, да, а ребенку, у которого есть какие-то ограничения. Да, это два года искал пути, как их развивать. Да, вы что? Через два года только начали вот реализоваться вот эти достижения, можно сказать, спортивные. То есть два года искали подход, да? Да, два года пути искал, как их развивать. Дети же коррекционные координаты нарушены у всех, вот. Поэтому искал пути, как их развивать с маленьких лет. Потом просто тистость случайности я встретил человека, вот, адаптивной психикатурой, который занимается именно спортом профессиональным. Это Давыд Петр Николаевич, он меня направил в это русло и начал, и заразился, и начал работать. Вот мы сейчас видим на видео, как проходят у вас занятия, вот, ребят, ваших учеников, да. Юрий Иванович, ну, сегодня мы говорим о ваших заслугах, да. Ведь вы, работая столько лет, да, вот с этими ребятами, получили признание, да, признание общественное. Вот достижения ваши, вот можно посмотреть, пожалуйста, одно из них, да. И расскажите, когда вы получили эту премию? Ну, я вот за милоседие медаль получил, когда я занимался детьми ограничения возможности здоровья и дети, которые в группе Рижка здесь находятся. Таким ребятам я организовал лагерь, каждое лето мы выходили в лагерь, выживание, и пешком ходили, можно сказать, выживали, тренировались. И вот чисто случайно я попал. Отлично. Не случайно, мне кажется, заслуженно, да. Так, дальше давайте, следующая медаль у нас тут. Ну, этот почетный, почетный работник вовшего образования Российской Федерации, это получил я, когда вот уже у меня дети уже в международные игры «Дети Азии» выступили. У меня уже там человек, наверное, 12 человек чемпионов призеров. Да вы что, 12 учеников заняли? Да, да, заняли. Международные спортивные игры «Дети Азии». Хорошо, и вот здесь еще одна награда. Да, вот это тоже самая хорошая награда. Самая хорошая, говорит. Отцов, я как являюсь отцом, на совет отцов города Якуска. И я считаю, отец должен быть, если такой знак получил, он настоящий отец. Настоящий отец, вот так вот. Не только своим детям, но и своим воспитанникам. Ну, мне кажется, вы реально же являетесь отцом для своих учеников. Вы и наставник, и учитель. И, наверное, для многих вы становитесь как родной папа, да? Да. Вот давайте и поговорим с вашими детьми. Вот здесь сидит лучезарный. Ну, просто, вы знаете, потрясающая улыбка. Я уж готова вот так вот закрыться от него там своим планшетом, потому что, ну, очень лучезарный парень. Давайте ознакомиться. Алексей, Алексей, ну, расскажи, ты у нас уже являешься выпускником школы-интерната. Чуть-чуть поближе микрофончик. Да, являюсь выпускником школы-интерната номер 34. И также поступил в Якутский педагогический колледж благодаря Юрию Ивановичу. Мне кажется, если бы ни его заслуги, ни его тренировки, я бы туда вообще не поступил. Да ты что? То есть ты пошел по стопам своего учителя, и в будущем ты станешь тоже преподавателем физической культуры? Да, физической культуры. Молодец какой! Ты посмотрите на него. А сколько медалей, да? Вот сейчас сколько медалей здесь? Ну, здесь медалей 7, а так дома 76. 76 медалей? Да, за 7 лет. За 7 лет. Так, ты занимаешься пауэрлифтингом? Еще чем-нибудь занимаешься? Пауэрлифтингом, и два года уже занимаюсь бодибилдингом. Являюсь двукратным чемпионом, кстати. Двукратный чемпион по бодибилдингу? Гран-при Саха. Гран-при Саха. Ну вот видите, я просто восхищаюсь. Хорошо, здесь помладше у нас есть. Данил. Данил, у тебя сколько медалей сейчас? У меня сейчас штук 10, не знаю, примерно где-то так. А так дома у меня сейчас 16 медалей. 16 медалей. И ты у нас занимаешься, у нас тяжелая атлетика, да? Да, тяжелая атлетика, жим лежа. Жим лежа. Какой вес поднимаешь? Максимальный 55, а рабочий у меня на 45, вот на следующих тренировках буду переходить. 55 килограмм, а сам сколько весишь? Сам 50, почти. Сам 50, а поднимаешь 55, да? Это примерно на 10 килограмм больше моего веса. То есть ты спокойно можешь меня на руках носить, я так думаю, да? Как здорово. Вот скажите, пожалуйста, Юрий Иванович, ведь работа с детьми, которые вот особенные, с ограниченными возможностями, это ведь самое главное еще, наверное, психологический подход найти, да? Вот как бывает, как с поражениями эти дети справляются? Что, как вы их мотивируете? Как, наверное, плачут, огорчаются? У них же, наверное, сразу все, желание пропадает или нет? Нет, ну, в рот подтягивается. Смотря таких чемпионов, дети подтягиваются в школе у нас. Все хотят заниматься, все хотят, но у нас, как как зала нету, у нас ограничения, там 15 человек, например, дома в картинном центре тренируемся, благодаря руководству, вот нас пустили там бесплатно тренироваться. Вот поэтому недели, три раза я там тренирую, по лифтингу, именно детьми поражаем опорный двигательный аппарат и по спецолимпиаде. Сейчас у нас уже котируется спецолимпиада, среди специальных коррекционных школ, мы уже готовимся, впереди Россия будет, республика, поэтому мы уже населенно работаем. Вау, мне прям это, знаете, дух захват. Ребят, а вот ты уже выбрал свою профессию, ты будущий преподаватель физической культуры. Да, получается. Или пойдешь в фитнес-зал, будешь просто качком. Ну, в свободное время можно, почему бы нет. Почему бы нет, хорошо. Так, а ты выбрал свою будущую профессию, кем станешь ты? Пока еще нет, не выбрал. Сейчас у меня выбор между, как сказать, тоже учителем физической культуры, либо стать программистом. Программист или учитель. И то, и то хорошо. Совмещать, я думаю, тоже получится у тебя. Парень умный, сразу видно. Так, ну мы знаем, что сегодня, Юрий Иванович, вы развиваете, да, вот адаптивные виды спорта, да, при этом сохраняя якутские традиции, да. Вы у нас, даже вот я знаю, свое вот личные какие-то игры придумать, национальные игры, но для ребят, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да? Ну вот, в 2011 году такая пособие была, выпустил. Вот этот, как бы, тут есть игры, адаптированные для детей, ограниченного здоровья. Вот есть игры повышенной интенсивности и пониженной интенсивности игры. То есть с помощью игр и еще национальный колорит есть, да? Да, национальный колорит всегда, как мы живем в Якутии, мы должны знать традиции своих народов. И мы, я много читаю, копаюсь, вот именно подвижных игр народов мира, да. Вот, например, вот авенкирский футбол, да, с одним воротом в машину, и кильжик, можно сказать, в России. Вот этим игром я однажды стал даже вот в 2011 году лучшим учителем физической культуры России. Да, уж вы стали благодаря вот этим играм лучшим учителем физической культуры Российской Федерации. Да, Российской Федерации. Да, вы что? В нашей стране, можно сказать, лучшим учителем. Вот, единственный на территории всей России человек, который придумал такие игры, а еще и стал ярким примером. А у нас же в студии есть. Давайте попробуем игры. Давайте попробуем. Ребята, поможете? Так, Алеша. Учители, проходите. Ну, и один пойдешь? А, ну давай, а я подержу твою медаль. О, дайте я. А можно я один? Хоть так почувствую. Игра называется «Управляй лошадкой». Тут маленькие, младших школьных возрастов мы начинаем уже развивать координацию. Ага. Именно применяя на уроках физической культуры вот такие игры. В конце урока обязательно вот на минут 5-10. А, то есть вот им нужно баланс держать, да? Да, баланс держать. А тут тоже могут дети в поле играть, ну, с упором. А палочка для чего? Палочка, чтобы упираться. На одной ноге стоит, на одной ноге и упирается, да? Не должен наступить. Если наступил, то выходят с игры. А, и они вот всем классом играют. Хорошо. И еще еще одну игру. Если он играет, это лошадка, он должен управлять. Вот так вот. Вот такая лошадка. Кто быстрее управляет, за меньше времени секунды, тот и выигрывает. Все. Поэтому это все. Отлично. Ну, у нас здесь еще у нас есть игры, да? Простите, пожалуйста, Юрий Иванович. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Вы знаете, дорогие друзья, я хотела подвести итог такой вот, знаете, фразой. Воспитание ребенка, неважно, здорового или с ограниченными возможностями, оно приводит всегда к одному пути. Это любовь. И если вы любите своего ребенка, вы пройдете любые преграды, вы преодолеете этот долгий путь, но результат будет вам обязанным. Вот у нас сегодня в студии есть яркие примеры того, что всего можно добиться, если есть любовь и трудолюбие. На этом мы не прощаемся с вами. Увидимся.